Евгений Жаринов 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 случайно датский философ Керкигор скажет, что в краске печатного станка скрывается дьявол. В этом смысле он видит, будучи тоже самым протестантом, он видит, ну, если хотите, некий элемент профанации библейского текста, распечатанного на станке, печатном станке имеется в виду. А, например, Мишель Турне в своей статье «Полёт вампира» утверждает, что, он, правда, цитирует кого-то, я уж не помню точно кого, что лучшие книги чураются печатного станка. Что получается, что библия худшая из книг? Нет. Вот как раз вот эта противоречивость характера этой священной книги проявляется в том, что она одновременно является самой популярной, самой растиражированной книгой из всех книг существующих. И самой великой, и самой таинственной. И в то же время сохраняет в себе вот эту вот исключительную особенность таинства, непостижимости, непонятности. И в то же время, вот спроси любого, кто-нибудь всегда что-нибудь, какой-нибудь текст из Библии процитирует, как ни странно, может быть, никогда и не открывая ее, и толком не вчитываясь, все равно на слуху. То есть, Библия и массовая культура, вы хотите сказать, никакого противоречия в этом нет? Еще, скажу, это мало того, что только лишь распечатанность и растиражированность. Еще, например, у Лис Джойса тоже один из самых популярных, он, конечно, уступает Библии, но он один из самых популярных текстов, например, на англо-американском книжном рынке, и он соперничает здесь с Толкиным, с Повелителем колец. Но при этом сказать, что у Лисса самый растиражированный, самый, так сказать, широко печатаемый роман, конечно, нельзя. Поэтому только растиражированность не определяет Библию. А что же еще? Библия – это сенсация. То есть, всегда неожиданность. Да, и массовая библиотристика, и бестселлеры, они тоже тянут на сенсацию. Сенсационность определяет. Это одна из черт как раз массовой библиотристики. И у Библии есть сенсация. Тут тоже надо доказать немного. Ну, во-первых, очень многие так называемые катастрофы мировые, или катаклизмы, или кризисы возникали в результате неординарного прочтения библейского текста. Вот прочитан неординарно библейский текст, и, глядишь, новая катастрофа назревает. Ну, примеры. Вот я уже говорил немного, как возникла ересь. Одна из мощнейших ересей в мировой культуре – это гностики, афиты, а потом манихеи и прочее, прочее. Мы уже немножко говорили. Они возникли в результате того, что греки по-своему прочитали Библию после того, как появился первый греческий перевод Библии под названием «Септуагента», да? Или «Библия семидесяти толковников». Вот мы об этом уже говорили. Я сижу, я еще не записываю старательно. Когда Птолемей приказал семидесяти двум толковникам перевести Библию с древнееврейского на греческий язык, греки прочитали, и возникла, я еще раз напомню, так называемая ересь афитов, или поклонников змея. Мы уже говорили об этом. Дальше. Протестантизм. Сначала это Уинклиф в Англии, потом это Янгуз в Богемии. Не сожженный на костре. Протестантов и католиков во Франции, что нашло отражение в таком произведении массовой билетристики, как королева Марго Александра Дюма, да? Опять-таки, вот она вам связь. И знаменитая Варфоломеевская ночь, определившая тоже как кризис, как катаклизм, который появился в результате как раз особого протестантского прочтения Библии. Не по септуагентии, не по латинскому переводу с греческого первоисточника, или там не первого источника, а второго, а свой на родном языке, на варварском языке. Стою прочтить, свое понимание, да? Сколько сюжетов в результате. Вот гугеноты, да? И из гугенотов выйдет, например, основоположник мирового барокко, Агриппа де Беньи, который напишет свои трагические поэмы. И эти трагические поэмы лягут в основе такого протестантского эпоса, как «Восстание ангелов». Сначала это будет, после Агриппа де Беньи пойдет нидерландский поэт Ван Делл, потом с его трилогией о Люцифере познакомится Джон Мильтон, один из идеологов английской революции 17 века. И английская революция 17 века возникнет тоже в результате особого английского прочтения Библии, возникновения таких экстремальных партий, как диггеры-копатели, не путать с теми, которые ходят сейчас по подземелям Москвы и так далее. Эти диггеры будут говорить о том, что мы прямые потомки Адама, потому что он тоже землю копал, как им завещал Господь, что священников слушать католических не надо с их латынью, что надо читать Библию на простом английском языке и понимать все так буквально, как там написано. И король Карл I Стюарт в 1649 году потеряет голову в результате просто какого-то странного нового прочтения Библии. Но на этом дело не кончится. Дальше, так сказать, Пуритане после того, как революции не удастся, они поплывут в Америку, в Новую Англию. И создадут, по сути дела, основы американской цивилизации, которая потом вступит в конфликт с английской цивилизацией. И возникнут в середине 18 века Соединенные Штаты Америки, которые по-своему прочитают Библию уже по законам пуританского протестантизма. А сам Новый Свет или Новую Англию они будут воспринимать как Новый Эдем. А они там будут ни много ни мало создавать Нового Адама. И они там будут на самом деле заниматься как раз вот этой вот странной библейской практикой. И первые произведения американской литературы, которая еще не будет воспринимать себя как частью общеевропейской, это будут библейские трактаты на пуританской основе. И вот из этого вырастет наш, в кавычках, президент Буш и прочая, так сказать, лабуда американская. И это все будет лежать в основе вот этой вот тоже особого прочтения Библии. То есть вариантов очень много, да? Я только на второй черте остановился, а именно сенсационность. А сколько же этих черт? Вот, а теперь посмотрите, какое-нибудь произведение массовой библиотристики сравнили, может похвастаться тем, что она легла в основу как минимум трех революций? Ну, мы спросим об этом наших радиослушателей. Это вопрос для обсуждения 724-3357. Ну, вот возьмем для примера Дэна Брауна. Да, смотрите, сколько шума было. Кот да Винчи. И тоже, так сказать, массовая библиотристика, это уже другой пункт будет, когда мы будем говорить о конкретике. Тоже массовая библиотристика на основе Библии или нового библейского текста. Смотрите, какую бучу вызвало. Но, в общем-то, это буря в стакане Вороне. А из-за чего такие страсти? Можете объяснить? А так Библия. Библия. Понимаете, Библия – это самый революционный текст при этом. И самый массовый, как ни странно. И так внедряющийся в массовое сознание, что, сознание, просите, что трудно найти ему границы. А вот еще одна маленькая черта, помимо сенсационности, актуальность у Библии есть. Вот вроде бы она... То есть время не проходит. Вроде бы она давно уже написана, да, как минимум там две тысячи лет, когда закончили писать Новый Завет, вторую часть Библии. Две тысячи лет уже прошло. А актуальность этой книги остается и последней. Почему? Одна из причин, я не берусь, чтобы все объяснить. Упаси Бог, никто не объяснит Библию. Слава Богу. Да, никто не объяснит. Я пытаюсь только дать один как бы аспект этого актуальности, как я это понимаю. Можно спорить с этим, я не провозвестник истины в последней инстанции. Так вот, актуальность объясняется тем, что Библия – это, безусловно, текст символический. И, безусловно, текст, который обращается не к конкретике, отсюда и все эти глупости, и все эти, так сказать, странные понимания этого текста, и, я бы сказал, экстремистские понимания этого текста. А Библия говорит об общностях. А общности – это больше, чем факт. Вот я здесь приведу знаменитое высказывание в завещании, что ли, потомкам, посмертное завещание Алексея Федоровича Лосева, когда он говорил, что меня все время учили, что есть только факты, что нет ничего, кроме фактов, что факты упрямые вещи и прочее. Прочее, пишет Лосевка и Смельчик. Ерунда, говорит он. Нет ничего лживее фактов. Факты можно подставлять и трактовать как угодно. Есть только общности. Он ставит общность больше фактов. И одна, например, из этих общностей – любовь. Так вот, любовь как общность, да, она пронизывает Библию, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Это вот, так сказать, серьезный, сложный момент. Не только эта общность, там много других общностей. И даются эти общности через символ. А символ, в общем-то, опять-таки, по определению Лосева, его знаменитая книга «Проблемы символа и реалистическое искусство», он говорит о том, что, ну, кратко говоря, это, как бы так сказать, математическая функция с бесконечным количеством значений. И вот имея конкретное воплощение какое-то в Библии, вот мы возьмем, например, «И простер, но и руку, и принял голубя в карчек». Это же символ, жест и конкретика этого жеста, и руки, простер, вот этот вот самый старославянский глагол, да. И это уже, так сказать, символ. А символ предполагает не просто конкретный жест, а бесконечное количество значений в этом жесте. И каждый по-своему воспринимает? Совершенно верно. И голубь этот будет по-разному восприниматься. И, кстати сказать, разные христианские конфессии будут этот жест и этот символический текст этого голубя воспринимать по-разному. И будут спорить по этому поводу. Католики будут говорить одно, православные будут говорить другое, протестанты разных вариантов причем. Почему не могут найти... Про свиряне будут говорить одно, там литеране будут говорить другое, эти самые... Ну, методисты будут говорить третье. Почему такие споры? Почему не могут найти согласие? А нельзя, потому что силу – это почти математическая функция с бесконечным количеством значений. Ивлианцы, ивлианцы, да? Ивлианцы, да? Ивлианцы написаны, поэтому она не утрачивает актуальность. Тут одна вещь. Еще неизвестно, как говорится, каково отношение Библии к действительности. У меня вообще создается такое ощущение, что Библия пишет эту действительность. Что не действительность как-то живет сама, а Библия сама по себе. Библия пишет эту действительность. А как книга... До сегодняшнего дня. Конечно, как книга, которая все время раскрывается, живет и так далее. Библия, которая насыщает литературные тексты, наполняет художественные тексты. Библия, которая врывается в частную жизнь. Мы об этом тоже можем говорить. Любой психоаналитик с этим согласится глубокий и так далее. Библия, которая определяет на самом деле, либо смысл, либо бессмысленность какого-то существования и прочее, прочее. Вот все это определяет ее фантастическую актуальность. То есть актуальнее нет. Это книга, которая пишет эту действительность. И это, конечно, противоречит марксистским взглядам. Ну, чего уж греха таить. Тот же самый Маркс на самом деле был очень хорошо осведомлен в Библии. И библейского в его учении и в его капитале немало. И потому, что он был глубоко верующим человеком. Да, это царство Божие на земле и сейчас. То есть попытка, так сказать, с помощью экономических глупостей это установить, обояснить не получается. Которая, как всякая схема, она мертва. Поэтому вот я понимаю, что я могу возмутить кого-то из наших слушателей, стоящих на оппозиции материализма и прочее. Но материализм это же ведь уловка. Потому что если мы возьмем, например, того же Ленина и его определение материи, оно смешное с точки зрения логики. Материя это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Кто дал? Каких ощущениях? Если данные нам, значит кто-то дал. Если кто-то дал, значит косвенное признание Бога и так далее. И, в общем-то, его знаменитая работа, я имею в виду Ленина, материализм и империокритицизм, по мнению действительно серьезных философов, не является философской работой. Это просто попытка такого политического трактата, потому что на самом деле к этому времени физики, которые пришли вплотную к открытию квантовой механики, пришли к тому, что материя исчезает. Что есть понятие только энергетических образований внутри ядра. И что вот этой вот неделимой материи не существует. Тут Ленин это так завело, потому что получается, что наука, то есть принцип рациональности уничтожает его же собственную... Да, рациональности, математическое, то есть и материстическое, простите, представление о мире. Это получился замкнутый круг, да. И вот я-то уверен, что актуальность Библии заключается в том, что это не просто книжка, это вообще, так сказать, такая сомнительная книжка с точки зрения нашего обывательского понимания. И более того, вот когда смотришь на жизни людей, на судьбы людей, то ясно, что каждый раз вспоминаешь Экклезиаста, да, того же самого, что мудрость Экклезиаста никто не отменял, что люди повторяют необычайно все ошибки, что с какой-то удивительной тупостью живут, и даже вроде бы и осознают, что так нельзя делать. И все равно делают, и будут делать и прочее. И это пройдет. И вот, по сути дела, вот я показал три, три, вот сейчас, чтобы к сухому остатку подвести, три принципа билетристичности, билетристической литературы. Вот мы говорим об актуальности, это последний принцип, мы говорим о сенсационности, обязательно, вот что, что еще билетристическая, сенсация, и мы говорим о растиражированности, о массовости. Уж куда больше. Не может быть билетристикой текст, которым никто ничего не знает, да, а Библии знают все, и кажется, что знают. Даже те, кто не читал ее, знают. Ну, все равно, все равно. Знают и цитируют. Библию даже до рекламы доводят. Я никогда не забуду знаменитую рекламу 30-летней давности Джинси Левайс, когда, значит, скопировали фреску Микеланджело из Сикстинской капеллы. Это Бог, сотворивший Адама, перед Бога рука Адама, а там посередине джинсы висят. Вот эта реклама, она обошла весь мир, и немало, ну, Господи, а вот недавно была реклама, вот вам массовая культура фирмы «Саваж», где просто цитировалось с точностью до наоборот евангельское высказывание, когда речь шла о том, что он должен отдать рубашку ближнему твоему, дабы купить «Саваж» другую фирму, которая так любит, горячо, любимая мною, не буду, а эпитеты, Ксюша Собчак. Даже в ней существует библия, просто это у нее, она библейская блудница, грубо говоря. Образ ее именно такого. Обидно, что так тиражируют, в общем, великие понятия. А это не зависит, обиды нет, это не зависит ни от кого, Библия себя тиражирует. То есть ей хочется так, и она себя так ведет? А мы не знаем, что ей хочется. Она вот так живет, она непостижима, как Бог, она вот так живет, вот так проявляет, и люди, я еще раз говорю, это еще, на мой взгляд, один факт того, что Библия пишет эту действительность. А не наоборот. И мы не знаем цели, и мы не знаем задачи. Ну, естественно, если бы человек знал цель, он бы поменялся с Богом местами. А так как бы тут он, не он рулевой, он сидит на пассажирском кресте и смотрит, и выполняет только лишь то, что, в общем-то, написано. Когда выходить? Да. Но у нас еще один пункт остался очень важный для разговора, и мы, я думаю, тоже его должны коснуться, не все еще, так сказать, освещено. Но это мы только основные черты массовой билетристики, которые внешне очень подходят к Библии. Но самого-то главного мы не коснулись. А как конкретно, в каких произведениях, какие авторы массовой билетристики, какие представители массовой культуры используют Библию явно и скрыто? А то это все пустые слова. Я наговорил, ну, скажут, эти черты мы можем найти в любом великом произведении. Да? Хотя это не так. Не так. Никто. Ну что, очень много людей читают сейчас «Война и мир»? Положите руку на сердце. Нет, я думаю. Я тут спрашивал одну Бетуренко. Я говорю, что Толстой написал? Она говорит, конечно, отцы и дети. Ну, конечно же. А кто главный герой отцов и детей? Она мне говорит, конечно же, Печорин. Печорин. Даже вопрос о том, что даже такая вроде бы растиражированная русская классика, пропагандированная нашими учителями в школе, она недоступна многим нашим ученикам. Поэтому не все ли книжки, даже великие книжки, выдержат вот это сопоставление Библии? Такую конкуренцию. И по тиражу страшно. Да-да. И истории, которые все время существуют, они существуют в нашем быту. Казалось бы, даже в таких низких, но занимательных жанрах, как детектив. Да. Вот мы об этом и поговорим. Вот мы уже перешли от актуальности к конкретным вещам. Все, конечно, знают, что такое детектив. Все уверены, что вот любой другой жанр литературы могут люди сомневаться. Но уж один-то детектив за всю жизнь кто-то прочитал. А вы прочли один детектив? Я очень люблю детективов. Я даже писал по детективам, и я, так сказать, такой небольшой экскурс скажу. Так вот, детектив – это библейский жанр. Ну, что ли? Уверяю вас в том. А могу объяснить на раз, два, три, чтобы было понятно. Где вы видели детектив, который не был бы направлен, даже если это не мешается в конце, но направлен на то, чтобы наказать злотея, а в конце сделать мораль? Моралите. Нет. Где вы видели? Нет такого детектива. Нет, если подумать, может быть, и есть. Где вы… Нету такого детектива. Где вы видели детектив без греха и преступления? И где вы видели детектив, где бы не было бы искреннего желания исправить грех и преступление, и где вы видели детектив, когда это исправление греха и преступления даётся с каких-то высоких позиций? Профессор Евгений Жаринов в студии. Мы замышляем о Библии и массовости, как соединяются эти понятия Библии и массовая культура. Ирина Кленская, микрофон Иван Корсаков за режиссерским пультом. Послушаем новости, вернемся в студию и продолжим говорить о Библии детективам. Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов. Добрый вечер, наша программа продолжается. Все на своих местах. Профессор Евгений Жаринов, Ирина Кленская, микрофон Иван Корсаков за режиссерским пультом. Ефир открыт, телефон включен 729-3357. Мы говорим о Библии, о массовой культуре. Казалось бы, невозможно соединить Библию и массовость. Оказывается, возможно доказывает профессор Жаринов. И еще как доказывает. Вот заметьте, мы в прошлый раз говорили о том, что Библия определяет так называемую большую классическую литературу. Я вам говорю, что Библия определяет все. И раз массовая литература это все равно литература, Библия и там существует. Библия, вообще говоря, она как Бог, везде суще, что ли. То есть она существует везде, всюду. И всюду оказывает свое влияние. Послушаем телефонный звонок, надеваем наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы узнать ваше мнение на экранизацию библейских сюжетов. Не кажется ли вам, что это отчасти иногда бывает кощунственно, потому что иногда экранизация бывает очень вольной. И текст Библии вообще может ли как-то переначиваться, экранизироваться? Понял. Дело все в том, что... Спасибо. Спасибо. Дело все в том... 729-33-57 наш телефон. Дело все в том, что как только Библия вышла из своего языка, на котором она была впервые написана, была переведена на греческий язык, любой перевод это уже интерпретация. И вот этот вот самый элемент интерпретации начался еще при Птолемее. Потому что, конечно же, септуагин-то не совпадает с тем оригиналом, с которым переводили. Конечно же, латинский перевод с греческого, латынь тоже не совпадает. Да, старославянский перевод тоже не совпадает. Вы не представляете... Ну, например, смотрите. Вот Лев Толстой, великий писатель, великий писатель. В чем его ересь? А в том, что он выучил 36 языков. Вот так, чтобы было понятно немножко. Чтобы как-то все уже были на своих местах. Выучил специально древнегреческий и конкретно вот этот диалект Коина для того, чтобы перевести Евангелие. Четверо Евангелия. И в переводе решил, что те, кто делал это перед этим, совершили ошибку, потому что Христос говорит о другом. И создал целую теорию непротивления злу насилием. И вот кто он такой? Еретик. А кто он такой? Великий писатель. Так вот, это вот попытка ответить на ваш вопрос. Любое обращение к тексту, пусть даже из самых лучших соображений, будет всегда его искажение. Всегда его интерпретация. Потому что это все равно будет перевод на свой язык, на свой язык своего времени, на язык своих запросов. Ясно, что для древней Палестины вопросы непротивления злу насилия Толстого были так же далеки, как Луна. Но это опять подтверждает вечную актуальность Библии. Опять подтверждает ее символичность, ее общность. Когда она внедряется в любое время, будоражит в любое время. Мне нравится ваша идея о том, что Библия пишет нашу с вами жизнь. Послушаем телефонный звонок. Добрый вечер, Виктор. Здравствуйте. Добрый вечер. Передача очень интересная. Спасибо. У меня в связи с последним вот этой тактовкой разницы переводов на разные языки, вот такое соображение возникло. Значит, я, ну так, некоторое количество времени стал сравнивать английский текст Библии и русский текст Библии. Причем ясно, что и то, и другое переводилось не друг с друга, а с другого источника. Но я вам хочу сказать, что практически, значит, оба тексты аутентичны по сравнению с тем, видимо, источником. То есть это наверняка делалось как? Это делались самые тщательные переводы, максимально близкие к оригиналу и так далее. И поэтому, я думаю, вряд ли правомерным так говорят трактовкой, что каждый перевод Библии удаляется очень сильно там или как-то очень существенно. А вы смотрели современный английский перевод, когда, например, таланты, вот старые меры, переводят в доллары? Такой есть перевод? Да, я видел такой перевод. Поэтому это вопрос очень спорный. И еще одна вещь. Ведь существуют еще библейские энциклопедии. Вот вы просто для интереса возьмите несколько библейских энциклопедий, не только православную. А, например, есть такая энциклопедия протестантского священника, кажется, Нюстрома, знаменитая, и наша православная. И посмотрите, как, например, трактуется только одно понятие – апокалипсис. И вы увидите, что у Нюстрома почти не будет этого апокалипсиса. А вот в русских православных источниках будет, в католическом будет. И вот если мы по мелочам пройдемся, вот и вы сравните эти статьи. Дело все в том, что когда мы читаем текст, у нас ведь очень странное общение с текстом происходит. Есть ощущение видимости понимания по сюжету, по деталям, по тем же трактовкам. Библия ведь внешне очень просто написана. И пошел, и взял, все время через союзы. И увидел, и услышал. Ну, что тут переводить, кажется. Почти как Антуан де Сент-Экзюпери, кстати, тоже библейский текст. Маленький принц, я имею в виду. И так далее, и так далее. Но на самом деле, вот понятие, трактовка этих понятий, историзмов и прочее-прочее, слов, которые для, например, древних иудеев имели один смысл, для греков другой смысл, для последующих поколений третий смысл. И каждый переводит под свое. Вплоть до того, что таланты на доллары переводить. Я видел этот современный. Но суть остается одной. Суть-то остается... Суть остается только лишь такой, что мы ее понять не можем. Остается тайной, некое руководство жизни, действия. Да, и то, что Библия действительно текст, который пишет нас. И этот текст непостижим. Если кто-то действительно может похвалиться тем, что он познал этот текст, то это уже, во-первых, серьезный диагноз. Серьезный. Да, и много людей сидят в психушке, как раз, с Библией в руках. Если так уж говорить честно. Библия плодит как пророков, так и шизофреников. Это тоже надо... И террористов, как ни странно. Это тоже надо иметь в виду, потому что это очень такой текст сложный. И поэтому-то церковь, например, говорит, отрицает индивидуальную трактовку Библии. Я имею в виду православную или католическую церковь. Протестантская не отрицает. Но от этого и протестантизм несколько иное явление, чем православие. А православие и католицизм отрицают трактовку индивидуальную Библию. Они говорят, вы не увидите того, что надо. Вы должны обратиться к церкви. Церковь вам поможет. Потому что церковь – это те люди, не только которые живут и священно действуют сейчас, но и те, которые умерли в церкви, в оцерквленной. Это опыт святых отцов, уже почивших в Бозе, которые там помогают разобраться с этой Библией по вдохновению и по благодати и прочее. Поэтому это очень сложный вопрос. И я говорил уже, у меня есть один знакомый, ученый, который решил прочитать Библию по принципу обывателя. Такой ужас получился. Я бы сказал, прекращай это делать, а то либо ты с ума сойдешь, либо еще что-то нехорошее с тобой произойдет. Ну да, к этому тексту и относиться нужно. Нельзя, нельзя, нельзя. Это не текст на уровне, да я все понял. Это не сюжет. Да-да, это не сюжет, а не действие. Это контур-сюжет. Это там вообще, так сказать, сюжет только монок некий какой-то, или разгонный, ну тоже символ, грубо говоря. То есть с большой осторожностью и с вниманием надо относиться. Ну что, перейдем теперь к конкретным произведениям массовой культуры. Детективам. Вот детективам. Детективам. Ну давайте, мы только начали говорить о детективе и Библии, а ой, у меня вырвался этот самый... Наушник. Наушник. Ничего, это неправильно. Мы только начали говорить о детективе и Библии. В общем-то, этот разговор долгий и интересный. Мы говорим классический детектив. Да. Вот что такое классический детектив? Вот давайте сначала возьмем название, потом я дам такое короткое определение. Классический и так называемый крутой детектив. И там есть серьезные различия. Вот мы возьмем многим известный детектив, великолепный детектив. Он не совсем классический, но вообще не классический. Но это вот блестящий французский детектив Себастьян Джапризо. Называется он «Женщина в очках, в автомобиле и с ружьем». Вроде бы забавная история. Попросили девушку, это еще 60-е годы, перевести замечательную модель, это Ford Жарптица Firebird, на нужную стоянку. Это, скажу вам, как любитель старых автомобилей, автомобиль-легенда. И девушка не может устоять перед этой машиной. В отличие от нынешних дурацких мыльниц, всех этих Тойот и прочее, прочее, у этой машины характер, у этой машины какой-то, так сказать, космический дизайн. Она была белого цвета. Она была белого цвета. Кажется, с красной обшивкой. Красной обшивкой. И вот она не может устоять. А у нее был красный шар. Она могла устоять, но она не могла. Она соблазняется на этот автомобиль. И вот соблазн ее приводит к тому, что она ставит машину не в том месте, не в тот час. Ей захотелось покататься. И она покаталась. И попала в серьезный водоворот убийств, трагедий и прочее, прочее. Каждый может прочитать этот сюжет. И на самом деле, вы увидите там, Себастьян Жапризо католик. Себастьян Жапризо глубоко верующий человек. И для него, как для католика, для глубоко верующего человека, грех всегда должен быть наказан. И слабость человеческой природы, а католики уверены, что человеческая природа настолько слаба, в отличие от протестантов. Вот это, простите, от православных. Но человеческая природа и протестантов тоже. Человеческая природа, потому что протестанты вообще говорят, делай сам, а Бог тебе поможет. Они вообще в этом смысле гуманисты. Но гуманизм в кавычках, как говорится. Так вот, а православные говорят о силе человеческого духа, о возможности открыть покаяние и прочее, преодолеть свои грехи. Католики же говорят о том, что человеческая природа слаба, что этой человеческой природе надо помогать, что эта природа проявляет себя каждый раз в том, что человек скользит как бы на уровне пропасти. И вот вам главная героиня, которая воплощает собой эту слабость человеческой натуры, которая делает сначала один грешок, потом другой грешок, потом третий грешок, и в конечном счете попадает в лапы дьявола. Вот посмотрите этот роман, удивитесь, там появляются незнакомцы, там появляются люди в черном, там появляется вот вся эта нечисть, которая и должна эту, так сказать, душу несчастную, этой душой несчастной завладеть и не отпускать ее. Но, слава Богу, все. И как раз вот этот вот библейский аспект придает роману... Заметьте, какое название это глупое. «Женщина в очках, в автомобиле и с ружьем». Какое-то глупое, подчернутое название. Жапризо играет как раз вот этой вот внешней массовкой и внутренним библейским содержанием текста. Поэтому-то это позволяет говорить о Жапризо как об одном из самых талантливых писателей этого жанра. Если бы он писал как госпожа Устинова, он бы так бы и пропал бы в неизвестности, как что и произойдет с госпожей Устиновой лет через пять. А вот Жапризо будут читать, потому что Жапризо вышел на эти общности. Он говорит не просто о преступлении, он говорит о природе слабой человеке, о грехе. И как человек, а ловушка для золота. А ловушка и так далее, да. Но это только... Ну, теперь, посмотрите, теперь возьмем вообще жанр детектива, например, классический жанр. Ну, что такое классический? Классический детектив, создан в 1841 году. У него есть конкретная дата. Как раз в тот год, когда был написан роман «Герой нашего времени» Лермонтова, в один год был создан первый классический детектив. Где-то, конечно, сказали, что говорит сам главный герой Андрей Болтовский. Произнесу кощунственную вещь. А именно, очень много детективного в «Герой нашего времени». Хотя бы то, что этот роман начинается с конца, как и весь детектив. Вообще, вот эта игра со временем, как бы установка финала, это на самом деле исключительно библейский ход. Потому что нет Библии без апокалипсиса. Сначала конец. Потому что апокалипсис давлеет над этой Библией. Потому что Библия всегда стремится к тому, чтобы показать, чем всё закончится. Что вас ждёт. Что вы получите за грехи свои. Да, остановитесь вовремя. Да, как вас накажут и так далее. И вот это вот очень важно. И апокалипсис определяет всё. Весь предшествующий истории. Даже первый разговор об Адаме и Еве, это, в общем-то, первая точка, начало А, да? Которая сопряжена с последней точкой Б, то есть апокалипсисом. Потому что начало человечества, человечество не вечно обречено существовать на этом свете. Человечество должно уйти с этой исторической арены. Потому что оно должно в конце своего существования, так сказать, рассказать, что же оно сделало. И каждый в отдельности на страшном суде будет говорить об этом. Что он сделал. Что запустили эти часы Адам и Ева. И получается, что А равняется Б. И они, так сказать, как кольцевое, связаны между собой. Так, простите, строится любой детектив. Любой детектив строится с конца. И потом раскручивается и восстанавливается картина преступления. И как в детективе Библия начинается? С преступления. А именно... С убийством. Нет, яблоко, добрая зла. Это преступление, это нарушение закона, данного Богом. И вот за нарушение его изгнания и дальше покаяние истории всего человечества. Попытка вернуться назад уже вне человечества, вне этой массовости. Вот это вот парадокс. Сейчас мне пришел на ум эта идея. Библия, как самый массовый текст, на самом деле отрицает массовость. Которая говорит, что массовость должна прекратиться рано или поздно с концом света и с апокалипсисом. Но это я увлекся. А теперь детективу. Да, да, детектив. И почему он классический? Что самое главное в этом классическом детективе? Классический детектив. Это Эдгар Аланпо, знаменитая его работа под названием «Убийство на улице». Не убийство в единственном числе, а во множественном. Потому что там два убийства как минимум произошло. Но совершает его, как вы помните, обезьяна, вырвавшаяся с узды, скажем так, какой-то матрос и прочее, прочее. Все это вы прекрасно с детства знаете, этот текст. Если, конечно, вы не путаете отцы и дети с войной и мир. Если с печори, да, с полукомским. Да еще, да, да еще с присказкой, конечно. Конечно, да. Вот, если вы все-таки книжки читаете, а не, так сказать, перелистываете глянцевые журналы, чтобы еще раз полюбоваться на Ксюшу Собчак. Как-то она вас глубоко задела. Ну, она символ. Она символ, символ нашей эпохи. Это действительно воплощение библейской блудницы. Это такая скарлетт. А скарлетт, вот если говорить, это скарлетт, это библейская блудница. И в то же время это болезнь, скарлатина. В то же время это человек, который все-таки... Вспомните, опять-таки, библейский во многом роман «Унесенный ветром». Вот эта скарлетт, она и есть библейская блудница. И посмотрите, как многие косят под нее. Та же самая, там, Бритни Спирс, такая нагловатая бабца, которая собирается все захватить. Любой сыном. Любой сыном. Любовь, так, любовь. Полюбишь меня, милок, куда денешься? Да, да. Это же вот это вот такое хамоватое. Это страшная вещь, на самом деле. Потому что, опять-таки, в Библии вот это мужское и женское начало к концу, к этому апокалипсису, разбалансируется. И вот эта разбалансировка мужского и женского начала эти вот гламурные девицы сейчас это и демонстрируют. Им ничего не надо. Им не страшен ни черт, никто. Но при этом мне их жалко. Жалко. А потому что, посмотрите, что творится с этой самой Бритни Спирс. Несколько попыток суицида. Это Библия пишет. Свой сюжет, свою историю. Это Библия пишет. И никуда не денешься. Потому что нет смысла. То есть ни одно действие не останется без ответственности. Нет смысла остается скотство. Вот и все. Нет смысла остается скотство. Но унесенный ветром Скарлет, которая попыталась все-таки спасти себя, свою жизнь, но нельзя любой ценой, вы хотите сказать? Пыталась-то пыталась, а результат-то плачевный. Результат-то плачевный. И опять-таки само название этого. Унесенное ветром. Да? Это же ведь как будто экклезиарст. Где там речь идет вот к вопросу. Великолепный текст экклезиарста, который перефразирован в пушкинском тексте. Зачем кружится ветер во враге? Подъемлет пыль и лист несет. Когда корабль в недвижной влаге, его дыхание жадно ждет. Это вот экклезиастовское, что все приходит на круги своя. И он тоже о ветре говорит. В экклезиарсте. Я не помню этот текст. И вот этот «Унесенные ветром», люди, как опавшие листья, унесенные ветром, это зашифрованный. А что вы хотите от протестантской литературы, от пуританской литературы, воплощением которой является Маргарет Митчелл, простая домохозяйка, наделенная потрясающим писательским даром, я ни в коей мере не уничтожаю этот роман, он великолепный, в котором есть эта библейская основа. Библейская основа традиции первооткрывателей Новой Англии, которые собираются преобразовать этот мир, даже своих рабов-негров сделать христианами, воюя с индейцами во что бы ни стало, преобразуя этот новый мир, как новый Адам преобразовывал эту пустынную, тяжелую землю. Не удалось. Не удалось. Не удалось. Хочется сказать, если уж говорить, что Маргарет Митчелл великолепно переплетается с Юджином Анилом, его знаменитой «Любовь под вязами», где та же самая библейская тема существует с этой тяжелой обработкой Новой Зимы, тоже там эти традиции первых переселенцев, первых переселенцев, сеплорс вот этих вот самых американских. Но опять-таки вот к... Отвлеклись, немножко отвлеклись, потому что... Классический детектив предполагает следующее. Он предполагает, прежде всего, задачу с тремя неизвестными. Кто убил, как убил, зачем убил. Это основа основ. Без этого нет детектива. Кто, как, зачем. Зачем это мотив? Кто, естественно, этот преступник к нему идет? Как это восстановление картины убийства, с которой начинается весь детектив. И постепенно эта мозаика, как кубик Рубика, движение сюжета восстанавливается по... Кубик Рубик 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 Рубик. В первом классическом произведении в детективном жанре. Убийство на улице Морг по имени некий Дюпон. Он француз. Все происходит во Франции. Но скажу, что первые рассказы детективные Эдгара По все списаны с мемуаров Ведока, французского бывшего каторжника и преступника, который потом пошел на службу полиции. И вот этот Ведок написал свои мемуары. Эти мемуары как-то попали на глаза Эдгару По. И он переработал этот сюжет в убийство на улице Морг. Поэтому все и происходит. На какой-то улице Морг, во Франции, опишет американец, никогда не бывший во Франции и прочее, прочее. Но он идет от Ведока. Но это так, мелочи. Это, так сказать, сфотографические всякие, так сказать, комментарии. А вот дальше происходит следующее. Вот этот Дюпон, это такая матрица, которая родит в дальнейшем Шелока Холмса, Эркюля Пуаро, Мисс Марпл и много других героев, которые будут, сейчас не буду перечислять, которые будут создавать свои детективы по принципу классического детектива. Этот супергерой наделен особой дедуктивной логикой. Правда, я не буду сейчас даваться в половину, выяснять, что это не дедуктивная логика. Строгие логики меня поправят. Скажут, что это логика вопросов и ответов. Но не будем уж совсем. Ну, что так в детали. Это тут, если в детали вдаться, то тут и засесть можно. Итак, дедуктивная логика. Что значит дедуктивная логика? Она идет от принципа Декарта. Здесь мы уже говорим вообще о науке, о Декарте, его казуистике, о его причинно-следственной связи. А Декарт создавал свою детективную логику в соответствии со своей рациональной концепцией Бога. Потому что он считал, что Бог не может быть противоречив, что Бог – это логика, и что Бога можно познать совершенно от простого к сложному. И вот этот самый Шерлок Холмс, Дюпон, Иркюль Парро – это апостолы Декарта, который создал дедуктивную логику для них на основе своей теологии. Я не пользуюсь этим инструментом. И он, Декарт, занимался на самом деле комментариями Библии, как и тот же самый Исаак Ньютон. Вот чтобы было понятно. И вот детектив в этом смысле, возникая в жанре романтизма, является необычайно рациональным жанром, несмотря на романтизм, и библейским в этом плане. Потому что все эти апостолы Декарта заняты не тем, чтобы познать истину, а тем, чтобы уничтожить самое изощренное зло на свете. Дьявола, объясни, выявить наружу. И наказать зло. Да. Все его лукавство показать, логикой показать. И поэтому эти люди не совсем не от мира сего. Они гении. Они живут другими, так сказать, идеями. И у них есть помощник. То есть свой, ну, как бы сказать, апостол. Некий доктор Ватсон, некий капитан Гастингс и так далее, и так далее, и так далее. Перечислять можно до бесконечности. Или безымянный хроникер у Дюпона Эдгара По. Они глуповаты, они простоваты, они обычные люди, которые записывают эту тайнопись гениев, которые воюют с... Или, например, вспомним знаменитого пастора Брауна. Да. Вот вам детектив-священник, который напрямую вам связывает детектив... Стартонский, да? Частартона. Вот, Частартона. Вот вам тоже классический детектив, где уже детективом становится сам... Священник и действует... Это логика, это совершенно естественное. Потому что они все священно действуют. У них у всех есть какая-то интуиция. Они все стоят на страже добра. Они все исключительны. Они видят человека насквозь. Они наделены декартовской божественной логикой. Потому что эта логика выстроена по вертикали. Бог и есть логика. И в основе всех причин лежит Бог. Бог не может быть противоречив. То есть Библия помогает писать детективные истории. Совершенно верно. А куда вы хотите? Дедуктивный метод Декарта. И в этом смысле это есть. И отсюда наказание. И отсюда обязательно моралите в конце классического детектива. Нет ни одного классического детектива, где бы не было наказано зло. Вот можете поискать и не найдете. Если вы скажете, что, например, у Дэши Лехэммита, или у Раймонда Чандлера, или у нашей, так сказать, какой-нибудь там Марининой этого нет. Я вам скажу. Маринина эпигон крутого детектива. Она, наверное, даже этого сама не знает. Потому что одно дело, так сказать, дела какие-то описывают. Другое дело знать это в теории жанра. А крутой детектив у нас остался минутой. А, успеем ли? Можем и не успеть. Ну, давайте перенесем на следующий раз. Потому что у нас и крутой детектив остался, и триллер остался, и фэнтези остался. И научная фантастика остался. Это Библия. Как ни странно, и там везде проявляется Библия. А теперь скажите, ваш любимый последний детектив, который вы прочли. Мой любимый последний детектив, который я прочитал. А, я вам скажу, вот сейчас. Он называется «Указующий перст». А автор, ой, автор, вот автор я забыл. Я, давайте, кстати, в следующий раз принесу эту книгу. А я себе записала, что читать на ночь. Да, и она, кажется, переведена. А еще я бы посоветовал, правда, плохой перевод. Клуб Дантов Клуб. Не помню автора. Я принесу эти книги на название. Это очень мудрые, очень глубокие детективы. Они написаны как бы в подражании Умберто Эка и Мироги. Но по-своему. Но по-своему. Профессор Евгений Жаринов. В студии мы говорили о Библии и о массовой культуре. Ирина Кленская. У микрофона Иван Корсаков за режиссерским пультом. Спасибо, что были с нами. Удачных дней. Говорит Москва. 92FM. Нам интересны вы. Вам интересно с нами. Говорит Москва. 92FM. Среди миллионов печатных изданий есть одна книга, которая известна на разных континентах, издана на разных языках, древних и современных. Эта книга многократно цитирована. На основе ее сюжетов создаются новые многочисленные книги, фильмы и прочее, прочее, прочее. Эта книга – Библия. Библия и литература. Библия и кино. Иначе говоря, Библия и массовая культура. Эта тема станет предметом очередного разговора в программе «Карт Бланш». Известный переводчик, философ, писатель и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов приглашает вас на диалог во вторник, 7 августа после 22 часов. Добрый вечер. Все так, все на своих местах, профессор Евгений Жаринов, студия Рина Кленского микрофона, Татьяна Елагина за режиссерским пультом. Наш эфир открыт, телефон включен 729-3357. Но звонки мы первую часть программы не будем брать. Мы послушаем Евгения Викторовича. Это будет ваша лекция. Мы будем записывать. А после новостей поговорим все вместе. Поговорим о том, что такое Библия и что такое массовая литература, и как они соединяются, и почему они соединяются. Итак, Библия и массовая культура. Мы остановились в прошлый раз на детективе. На детективе. Но я хочу напомнить, что в прошлый раз мы как раз подчеркивали, что в Библии есть, по сути дела, все черты, которые можно приписать произведению массовой культуры или то, что мы сейчас называем бестселлером. Ну, я напомню, во-первых, растиражированность. Библия имеет такой тираж. Я просто напоминаю нашу предшествующую беседу, чтобы была связь, которая не сопоставим ни с одной другой книгой, ни с одним другим автором. Дальше. Библия и сенсация. Мы говорили, что несколько революций, как минимум, были спровоцированы чтением Библии и разной ее интерпретацией. Что это как не сенсация? И Библия и актуальность. Ну, Библия настолько актуальна, вот как раз мы на этом остановились, что она проникает в этой актуальности даже в то, что мы называем массовой билетристикой, массовой культурой. И вот мы в прошлый раз остановились на том, как Библия связана с детективом и остановились на первой форме детектива. Это классический детектив. Детектив появился в 1641 году. Убийство на улице Морг, Эдгар Ланпо. Напоминаю, кто запамятовал этот факт. Еще не дочитал еще. Еще не дочитал, да. Эти первые повествования о сыщике Дюпоне появились под влиянием мемуаров французского сначала каторжника, преступника, а потом сыщика Ведока. И переработанные американским романтиком они положили основу для того, что мы называем жанром классического детектива. Правда, некоторые люди говорят о том, что, а как же царь Эдип Сафокла? Вот в следующий раз, я надеюсь, мы будем говорить уже о другой книге. Не о Библии, а о том, что называется греческая литература. Это Гомер одна из книг, или Одессе, я буду рассматривать как одну книгу. И это вся классическая драма, которую тоже можно уместить в общем-то при желании в одну книгу. И именно эта классическая драма. Эврипид, Сафокл, Исхилл, и определили, в общем-то, во многом драматургию Европы на долгие века. На несколько веков просто, да? Потом посмотрим, как, если интересно будет, трансформировалась драма и так далее. Так вот, если взять Сафокла, царь Эдип, о нем мы будем говорить в следующий раз, то там тоже есть детектив, я уже как-то говорил. Там есть расследование, там есть действительно решение задачи с тремя неизвестными, как положено классическому детективу, кто убил, как убил, зачем убил. Там есть личность, которая расследует. Да, расследующая личность. Но в то же время там нет некоторых черт классического детектива, без которых, конечно, драма Сафокла может внешне напоминать детектив, но детективом как таковым не является. Я напомню, в классическом детективе всегда должен быть действительно такой уникальный следователь, который знает зло, который выполняет роль, ну вот такого пророка, если хотите, который напрямую всеми ухищрениями зла владеет. Вспомним, что даже у Честертона главный герой будет священник Браун, который и будет расследовать это зло. Это не случайно, что наследник Шалка Хонса под пером Честертона станет священником. Милым, безобидным. Да, это абсолютно, так сказать, закономерно и так далее. И вот у него будет секретарь. А нет секретаря у царя Эдипа, даже в формальном плане. Этот секретарь будет глуповат, этот секретарь будет выполнять функцию такого переводчика за умных догадок на основе детективного метода. Вспомним, я говорил о детективном методе, а детективный метод, созданный Декартом, в общем-то, воплощает теологическую концепцию мира, потому что в соответствии с этой логикой Бог не может быть нелогичен, и причиной всех причин является Бог. И раз Шерл Холмс, и все, кто идет вслед за ним, мы говорили о них, такие как Эркюль Парро, такие как Мисс Марпл и так далее, и так далее. Они выполняют волю. Они вот логически встраиваются в эту теологическую концепцию Декарта, где все строится по этой логике. И у них есть переводчик, который их за умные идеи, догадки, ассоциации переводит на мир простого человека. Он и пишет, по сути дела, детективы, это доктор Ватсон, это Гастингс, это другие люди, которые выполняют. И у них есть еще представители закона, обязательно. Представители закона, это, например, вот и Скотт Лобьярда всевозможные, Листры и так далее, которые появляются в нужный момент, чтобы взять на себя всю функцию законной власти, ареста, получить лавры этой славы, а великий Шерл Холмс и Ижи с ним остаются в тени, и тогда им не нужна эта слава и прочее. Это все довольно мудро, да? Да, я даже сказал бы, что вот эта вот идея классического детектива в конце собрать всех фигурантов драмы и рассказать им, как что происходит, в какой-то мере напоминает тайное вечерие или вечерие, когда Христос говорит, и ты предашь, и ты предашь, и ты предашь, и курс гласишь, что называется. Это вот, в общем-то, функция тайной вечери, собрания, которые ставят все точки над «и» и так далее. Это все христианские мотивы. Даже есть такая книжка американского писателя Джона Каулти, где он как раз пишет о том, что детектив не мог не родиться на основе такой христианской культуры, наказания зла, которую раньше выполняли в обществе, например, публичные казни, а детектив начинает выполнять это в форме художественной литературы. Это вот классический детектив. Вот они, три основные черты классического детектива, да? Но есть еще в 40-е годы так называемый «крутой детектив», потому что у детектива серьезные были пертурбации. Крутой детектив, или как его еще называют по-английски «hard-boiled dick», «дик» – это многозначное слово, и оно имеет и такое нецензурное воплощение, и прочее, прочее. Но Америка вот закрепила этот «hard-boiled dick» за крутым детективом. Суть этого крутого детектива – не просто вот это словечко, которое у нас сейчас очень бытует, там, «крутой», это значит, там, какой-то дебил с мордой ящиком, и который, так сказать, не понимает ни страха, ничего. Ни укрюка. Да, у него, видно, так сказать, что-то отсутствует в мозгу, и вот он идет на полом, и в конечном счете заканчивает свою жизнь весьма плачевно, потому что на одного крутого находится еще крутой, и за это все закончено. Это все внешнее такое пошлое воплощение. Крутой детектив возникает на основе совершенно иного типа логического познания мира. После войны в середине 20-го века, в 40-е годы 20-го века, мир уже не выстраивается по строгой логике Декарта. Мир не выстраивается по строгой логике причинно-следственной связи. Мир оказывается настолько сложен, что возникает совершенно иная логика, которую блестяще описывает Норберт Уиннер в своей книжке «Кибернетика», где он говорит, что на самом деле самое сложное – это предсказать погоду. Потому что точно, и это мы сами по себе знаем, потому что составляющих для того, чтобы принять решение, так много, что высчитать всю эту систему возможностей, всю эту систему модальностей. Мир усложняется после Второй мировой войны. Настолько само общество становится настолько диффузным, настолько сложным. Такую роль начинает играть денежная масса, которая, так сказать, в общем-то вносит в некогда стабильный мир такие сложности и непредсказуемые решения, что, конечно, на декартовой логике причинно-следственной связи уже не проедет. И ни Шерлок Холмс, ни кто другой уже этих вопросов решить не может, особенно когда, заметим, и Эркюль Паро, бельгиец, и мисс Марпл живут в милой, и добропорядочной Англии. А крутой детектив появляется в Америке, где состояния растут как грибы, где эти состояния тут же уничтожаются, где сословное общество поменялось, оно растворилось, где сословий как таковых не остается, где на самом деле преступность, вспомним, мафия и прочее, прочее, вспомним, сухой закон, доходят до такого уровня, где преступники рвутся во власть, вспомним знаменитый роман Марио Пьюза, Крестный Отец, что в конечном счете разрешить логикой, опираясь только на закон, опираясь на эту схему, которую устроил крутой детектив, невозможно. И что же из себя представляет? То есть герой исчезает. Он исчезает, он становится иным. Что из себя представляют герои крутого детектива? Самый знаменитый герой, это герой романов Чандлера. Вот вы меня спрашивали, какие хорошие детективы. Я их, правда, прочитал давно, эти детективы. Вот хорошие детективы, я советую, если вы хотите получить представление о хорошей детективной литературе, и хороший язык, опять-таки, вам поможет в этом разобраться, хорошие переводы на русский язык сделаны, вы возьмите, достаньте детективы Раймонда Чандлера, он написал всего шесть детективов, вот у Тургенева шесть романов, и у Раймонда Чандлера. Вот сравнить сто там романов, двести романов, этот подрядный метод современных детективщиков, невозможно. Он каждый детектив оттачивает, делает совершенным почти. Не случайно, что даже сам великий Фолкнер, работая в свое время в Голливуде, писал сценарии по романам Раймонда Чандлера, и не считал это зазорным, потому что это великолепный роман. Вот посмотрите его, такие романы, как «Леди в озере», «Большая спячка», «Высокое окно». Вот три я из них назвал, там я не помню уже три других, но вот если вы даже эти три или с одним из них познакомитесь, вы увидите, насколько он глубок, насколько он интересен, насколько там хороший юмор. И вот там Филипп Марло, такой детектив, который приходит на смену Шеллоку Холмсу. Он ничего не расследует, потому что, честно говоря, по голове Марло так много бьют, что я боюсь, что там с этой головой, если не болезнь Паркинсона началась, то труба там точно. Да, сложности есть. Да, сложность есть. Да, какая-то. Вот. Он ничего не расследует. Все его преимущества, это то, что он, он такой своеобразный Дон Кихот сороковых годов, черной серии. Он, сломя голову, бросается в преступный мир. Он частный детектив, его кто-то просит. Действует закон нравственности, он хочет помочь человеку. Он, сломя голову, бросается в преступный мир. Выясняется, что его подставляют, выясняется, что его используют как тряпичную куклу. Вот как Дон Кихота используют некоторые нечестные люди в романе Серванца. Очень много там Дон Кихотовского, на самом деле. Если сказать вот о Дон Кихоте, как тоже об отдельной книге, из 100 книг, мы поговорим, это книга-загаза. Она у нас в списке. Она у нас в списке. Это уникальная книга, не будем даже об этом говорить. Она, вот видите, даже до крутого детектива дошла. У нас в списке. И вот он, в конце концов, плывя по этой мутной волне преступления, неожиданно приходит к разгадке, о которой он ни с кем не может поделиться. У него нет Атсона, у него нет возможности найти помощь в полиции. Все против него, весь мир против него. И даже тот, кто его нанял, чаще всего его подставляет для того, чтобы решить какую-то свою интригу. И что это получается? Это тоже, в общем-то, зашифрованный библейский текст. Что делает Филипп Марло на протяжении всех своих шести романов? Он оказывается в чреве такого чудовища, как Левиафан. Почему я говорю о Левиафане? А я вспоминаю английского философа Гоббса, который еще, если не ошибаюсь, в 17 веке сказал, что общество и есть этот библейский Левиафан. И оно поглощает и забывает. Да, это и есть вот это вот чудовище библейское, которое уничтожает личность. И вот поэтому-то Филипп Марло, оказываясь в чреве этого Левиафана, в какой-то степени повторяет опыт пророка Ионы, который много лет проводит в чреве этого Левиафана, и потом выходит оттуда совершенно иным человеком, познавшим либо часть истины, либо там, ну вряд ли бы всю божественную истину он сможет познать. Вот то же самое происходит с Филиппом Малым. То же самое происходит с героем другого великого автора, крутого детектива, это Дэшел Хэммит. Я советую, стеклянный ключ потрясающе. Там вообще из Данта цитаты даже идут скрытые, из Макбета Шекспира. А это люди, очень понимающие литературу. Это люди, которые не деляги в том смысле, в котором мы сейчас, которые не хотят обманывать своего читателя, надежды своего читателя. Это люди, которые еще живут тогда, в сороковые годы, когда большая литература той же самой литературы не сдают своих позиций. Они современники Фолкнера, они современники Хаммингуэя. Им есть с кем соперничать. Они современники Скотта Фильджеральда. И они понимают, что есть здесь с кем... Кто-то еще может прочитать. Есть здесь, да. Есть о чем поговорить. Так же популярен и даже больше, чем они. Им приходится бороться за читателя словом прежде всего. Они просто... И есть какая-то планка еще. Они понимают, что они же нехорошо. Да, нет, но это просто и деньги к тому же. И нужно сказать, что вот в связи с этим, например, если говорить о Раймбонда Чандлере, в Голливуде возникает целая серия фильмов, которые в истории американского кино так и была названа, Black Movie. Главный герой, который выполняет роль Филиппа Марло на экране, и с этой ролью входит в историю мирового кино, это Дик Богорт. Он вводит моду на вот эту вот самую шляпу, которая прикрывает один глаз, на этот самый военный плащ, тренчкоут, в котором он ходит по экрану, на вот этот вот тип непроницаемого лица, который потом будут не пародировать, а продолжать Шварценеггер, Бронсон и прочее, прочее. И он вот этот самый великий герой черной серии, черных фильмов, который оказывается один, как Дон Кихот, оказывает сопротивление этому потоку, не о гаре преступности. Причем сопротивление он оказывает, может быть, и слабое, потому что он воплощает то, что мы называем личной моралью. В этом Хэмфри Богорде будут угадывать черты еще литературы фронтира Купера, Нати Бампа, знаменитый кожаный чулок, который тоже, вот фронтир в переводе означает границу, который стоит на границах цивилизации и так далее. И вот этот библейский вариант и постижения истины, и встречи с чудовищем библейским легофаном в виде государства, и сохранение своей морали, и попытка найти все-таки эту истину, разгадать ее, и хотя бы вот через книгу преподнести своим читателям. Все это будет существовать в классических вариантах уже крутого детектива. Вы спросили меня в прошлый раз, какой детектив меня потряс по-настоящему. Потому что есть сейчас, знаете, что происходит в так называемой большой интеллектуальной литературе. Интеллектуальная литература, например, Умберто Эка. Они используют форму детектива для своих интеллектуальных построений. Тот же самый Перес Риверта использует эти детективные формы и так далее. Но это не совсем детективы. А вот чисто я вспомнил, что если я их приведу, то я буду неправ. А я вот вспомнил один потрясающий американский детектив. Автор с очень смешной фамилией, я вообще подозряю, что это не... Нет, это псевдоним. Смит. Ну, какая может быть фамилия Смит? Это как у нас, Псидоров и водоприк. И он написал, это парень молодой относительно, где-то лет 10 назад он написал детектив, который сразу стал бестселлером и принес ему миллионное состояние. В отличие от того, что пишется сейчас, это прекрасная литература, по ней сняли фильм. Называется этот детектив «Простой план». Он переведен на русский язык, его можно прижать в неплохой перевод. Смит, «Простой план». Симпл план. Вот этот детектив также построен по библейским лекалам, по библейским архетипам. Обычный представитель среднего класса, у него есть жена, жена беременна, она вот-вот должна родить. Он то ли адвокат, то ли еще что-то в каком-то американском захолустье. У него есть толстый, жирный брат-неудачник. У него были родители, которые потом, как по роману выяснится, совершили самоубийство, чтобы детям оставили страховку. И вот на эту страховку он пытается создать свою адвокатскую контору. А его толстый брат все пропил. Он живет только воспоминаниями. Он инфантилен о матери, об отце. У этого пьющего толстого брата есть, конечно, свой дружок такой же. И они встречаются с этим братом только на Рождество. Причем он жену беременную, а до этого не беременную, всегда оставляет дома, потому что не хочет, чтобы она вмешивалась вот в эти семейные передряги. И вот, встретившись, это видно в Север Америке, где-то граница с Канадой, в заснеженном каком-то лесочке, в очередной раз там, то ли на лыжах, то ли на скутере, я уж не помню, на чем они там встретились. Они, так сказать, это самое, охотятся там, как я понимаю, и в лесу находят маленький частный самолет, который лежит здесь, то ли с осени, то ли с лета, и рядом с трупом лежит 4 миллиона долларов. Хорошее начало для вариантов. Simple plan. Чтобы как можно меньше, вот отсюда простой план, знали об этих 4 миллионах долларов. Вот простой план. Чем меньше знают, тем больше шансов, что об этих деньгах забудут, и через какое-то время, пройдет какое-то время, они могут их использовать. Но их уже трое. Это уже не simple plan. Потому что главный герой рассказывает о жене беременной, брат рассказывает другу и своей сожительнице, и представление о том, что законсервировать деньги, и разделили их поровну. Всех немножечко волнует. И тогда этот адвокат из простого решения, простого плана, а у дьявола всегда простые решения, начинает убивать каждого. Тихо и спокойно. Только из одного, включая своего брата, только из одного. Чтобы соблюсти простой план. Чтобы действовать по плану. Не рассказывайте, когда... Ну не рассказывайте. Вот-вот готовы родиться. Ребенок. У него, вроде бы, он хочет создать семью, как малую церковь. Он делает, как бы, из лучших побуждений все. Ну а дальше... А дальше вы прочитаете. Прочитаете, увидите. Это великолепно. Крутой детектив, Библия и массовая культура. Мы вернемся после новостей. Профессор Евгений Жаринов. В студию. Здесь сейчас новости. Говорит Москва. 92. Это... Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов. Все так. Профессор Евгений Жаринов в студии. Ирина Кленцкая. Микрофон и Татьяна Илагина за режиссерским пультом. Эфир открыт. Телефон включен. 729-3357. Мы говорим Библия и массовая культура. Библия и массовые решения. Проблем. И у нас телефон... Сегодня мы во второй части решили открыть. Феверат, говорите, включите телефон. Еще раз его напомню. 729-3357. И, пожалуйста, телефонный звонок. Лариса Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Викторович, очень хочется сказать, что нашей семье просто трудно пережить эту неделю от вторника до вторника. Пишите письма. Значит, поэтому, чтобы, может быть, дополнить эту паузу, я хочу, чтобы вы сказали, значит, где продаются ваши книги и они продаются ли. Пожалуйста. И я еще потом хочу одно замечание сделать. Хорошо. Значит, вы найдете мои книги по интернету, потому что те книги, которые я уже имел удовольствие написать и издать, они прошли широкую продажу последние где-то 2003-2004 года. У меня есть еще один роман, о нем мы будем говорить, но он находится в редактуре, и я думаю, скоро он издастся. А вы можете поискать по интернету по адресу библиотека Кирилла Мефодий, там фамилия Жаринов ЕВ, и на эту фамилию там вы найдете ну почти все, что у меня было издано. И скоро я туда запущу в интернет до издательства еще один роман. В каком издательстве выйдет мой следующий роман, я пока еще не знаю. Я его пока редактирую, я очень медленно к этому отношусь, очень ответственно. Придирчивый вы редактор? Придирчивый, да. Не любите себя? Не люблю, потому что тот, кто особенно себя любит, тот чаще всего ерунду и пишет. 729-33-57. Елена Михайловна, вы хотели сделать замечание, слушая вас. Значит, у меня просьба перевести на третью кнопку радиовещания вот эту программу. А, значит, поливо, значит, так сказать, подальше. Спасибо, это, спасибо, спасибо, что слушаете нас. 729-33-57 наш телефон. Мы говорим о Библии и массовой культуре. Зададим вопрос, Евгений Викторович, ваш любимый сюжет в Библии, как вам кажется, почему он современный и не отпускает вас? 729-33-57, присоединяйтесь к нашему разговору и уже присоединились. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Отсоединилась Татьяна, 729-33-57, присоединяйтесь, а мы продолжим. Евгений Викторович, а ваш любимый сюжет? Мой любимый сюжет, это, я уже говорил, книга Иова, и не только потому, что это основа теодицеи, и это вообще вопрос о том, что такое добро, что такое зло, и с этой книги началась эта проблема, как бы это сказать, обсуждаться и решаться в художественной, теологической форме и так далее, переоценить эту книгу невозможно. Книга Иова внутри самой книги, она порождает и порождает тексты, потому что Библия, это, конечно, целый мир, это, конечно, целый космос, и там много всяких архипелагов, островов и прочее, вот один из таких архипелагов, это книга Иова. Я, когда буду говорить конкретно о царе Эдипе, вернусь опять к книге Иова, и свежу эти две книги, показав, и тогда попытаюсь более полно ответить на ваш вопрос, почему именно она. Я буду ждать, Евгений Викторович, а сейчас мы послушаем телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, передачи ваши всегда очень интересны, практически на любую тему, вот, но я хотел бы два коротких вопроса задать. Вот они так несколько категоричны, хочу сразу сказать, но, тем не менее, вроде в логику передачи они укладываются. Значит, первый вопрос такой, если Библия во многом напоминает детектив, там, по ряду признаков и так далее, означает ли это, что, поскольку Библия имеет особое значение в развитии культуры, огромного количества стран и всего мира, означает ли это, что детектив тогда можно считать главным литературным жанром? Ни в коем случае. Сразу отвечаю вам, детектив – это всего лишь один из жанров. Он может быть плохой, хороший, в зависимости от автора. Вот Эдгар По писал хорошие детективы, Агата Кристи писала хорошие детективы, вот авторов, которых я еще называл хорошие, а не буду называть имена, пишут плохие детективы. Нет, сейчас не видели лицо, Евгений Викторович сурово, но справедливо. Ни в коем случае, но это не означает детектив – ведущий жанр. Я сразу забегу вперед, скажу, ведь детектив – это только лишь как бы самый распространенный, самый популярный, или один из жанров массовой билетристики. Вот, если позволит время, я потом перейду к жанру ужаса, к жанру научной фантастики, к фэнтези, и покажу вам, что и в этих жанрах нельзя обойтись без детективов. Но если я буду каждый жанр так освещать, то получится, что каждый из них может стать ведущим жанром. Ни в коем случае, это всего лишь одно из проявлений. Библия настолько широка, я уже говорил, это целый мир, что она всеохватна. А вот была у меня передача, где я показывал, как Библия проявляется в поэзии Маяковского. Да-да, это была хорошая передача. И не только в ней, вообще в большой литературе. Мы же начали с большой литературы. Вот она всеохватна, она берет все поле литературы. Виктор, второй ваш вопрос. Алло. Алло, Виктор, вы с нами? Да-да. Ваш второй вопрос. Второй вопрос тоже несколько так ходулин, но тем не менее. Значит, массовая культура, по мнению очень многих аналитиков, это на самом деле антикультура. Означает ли, что Библия тогда тоже может считаться антикультурой? Ну, вот хороший вопрос, скажу так. Дело все в том, что, когда говорят о массовой культуре, как об антикультуре, то здесь я чувствую отголоски еще советской идеологии. Дело все в том, что давайте тогда Рея Брэдбери, который является массовой культурой, называть антикультурой. Ну, разве можно так сказать? Он великолепный писатель, потрясающий писатель, заслуживающий. Давайте Толкина назовем антикультурой. А куда тогда? Мы потеряем целое поколение толкинистов, которые, может быть, пришли-то в литературу благодаря этому автору. И таких авторов научной фантастики давайте тогда братьев Струганских назовем, так сказать, антикультурой. А это же тоже научная фантастика и массовая культура. Давайте тогда Эдгара По. Я даже более того скажу, что так называемая массовая билетристика зыждется на романтической эстетике. Тогда по этой логике мы весь романтизм выкинем из истории литературы и скажем, это все антикультура. Дело все в том, что массовая культура, как и всякая культура, она многоярусная, она многоструктурное явление. Там есть высокий уровень и там есть так называемый трэш, мусор. Там есть произведения, которые действительно, вот, например, Скотт Фиттжеральд, его все называют по авторам, который находится на грани между массовой билетристикой и большой литературой. И часть искусствоведов притаскивает его к массовой билетристике, часть говорит, что это великий писатель большой литературы. Вот поди разберись. А давайте тогда Александра Дюма выкинем из литературы. А он тоже представитель массовой билетристики. И кто с этим будет спорить? И вот таких имен даже в прошлом мы найдем такое. Я вот вам скажу, вот есть, например, гениальный роман Митюрина «Мельмотский талец». Вот если его сейчас взять, вы не оторветесь от него. Это массовая культура начала 19 века. Но это никакая не культура. Это, как бы, это сказать, это энциклопедия всех романтических ходов. Или, например, Льюис Монах. Вот советую, поищите Льюис Монах конец 18 века, представитель массовой билетристики конца 18 века. В захлеб прочитайте. И не будете читать никакой другой макулатуры, которая сейчас заполняет наш книжный рынок. И увидите, что такое массовая культура, как не антикультура. Вот в этом воплощении. Поэтому это сложное явление. Я заговорился, может быть, немного. Это сложное явление. И в этом смысле Библия вполне может обслуживать и этих авторов. Послушаем телефонный звонок. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Евгений Викторович, ну, уже что добавить, не знаю, в похвалах, потому что сижу всегда с тетрадкой. А вы вопрос, давай. А вы вопрос. Или ваша любимая библейская история. А, у нас все любят читать Библию. Вот ребенок у меня подросток, он прочитал недавно от корки до корки ее. Замечательно. Вот. Пусть не останавливается, всю жизнь читать надо. Я думаю, что так и будет. И сюжеты такие у нас. Голиаф и Давид. И Самсон и Далила. Далила, да. Вот. Печальные, но... Да, очень яркие такие. Как раз литературные. Да. Спасибо вам огромное. С удовольствием вас слушаем. Здоровья вам. Спасибо. Самсон и Далила. Вот сейчас, прежде чем будет еще один звонок, Самсон и Далила. Дело все в том, что есть потрясающий фильм Милоша Формана. Называется он «Волосы». Его смотрели как некий гимн хиппи 60-х годов. Как протест против войны во Вьетнаме. Но на самом деле, если смотреть на видеоряд этого фильма, если смотреть, как он сделан, то там воплощается миф о Самсоне и Далиле. И не случайно волосы, именно волосы играют там такую же магическую, мистическую роль, как и в известной библейской притче. А это что такое? А это у нас массовая культура. Это у нас мюзикл. Это у нас так, лабуда какая-то для массового зрителя. Но не всякий зритель поймет эту картину на библейском уровне. Но библейский потенциал мощнейший там заложен. И отсюда так катарстично, что ли, звучат последние арии, последние сцены этого фильма. Опять-таки советую, посмотрите, внимательно посмотрите эту великую картину Милоши Формана, и вы действительно найдете там библейское звучание. И, может быть, яснее станет вопросом уже такой массовая культура. Послушаем телефонный звонок. Татьяна Анатольевна, Здравствуйте. Я, к сожалению, подключилась только недавно, поэтому я не могу тоже оторваться. Мне страшно понравился ваш гость, и я ему очень благодарна. И пока у меня только один вопрос. Я не успела ухватить автора большой спячки, который рекомендовал нам... Сейчас назову. Пожалуйста, Евгений... Раймонд Чандлер. Чандлер. Да, Раймонд Чандлер. Высокое окно, Большая спячка, Леди в озере. Это вот три его из шести. Других я сейчас просто навскидку не вспомню, но... Уверяю вас, любой роман интересен. Читайте и наслаждайтесь. Послушаем. Олег, здравствуйте. Олег, здравствуйте. Олег, к сожалению, не с нами. 729-3357 наш телефон. Я тогда продолжу, да, по жанрам пройдусь, и потом, может быть, мы... А, еще один, да? Олег, да? Олег позвонился. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотел бы узнать вот все библейские мотивы. Мне вот 35 лет, я ее прочитал достаточно рано, эту книгу, никакого впечатления на нее не произвела, и не считая нужным, я ее состыковать с вашими вещами, хотя вот то, что вы сказали, очень интересно все слушать, и слушать с удовольствием. Ну, я не вижу, для чего вот это все нужно, состыковка с этими библейскими делами. А почему вам не понравилось? Не, 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 это дело, человек не ответит на этот вопрос, почему не понравилось, потому что это очень сложный вопрос. Я скажу вас, даже предупрежу вас немножечко, простите, Олег, дело все в том, что Библия принадлежит к таким книгам, что это ведь не Пиноккио, это ведь даже не 451 градус по Фарангею Рея Брэдбери, когда можно откинуть и сказать, не показалась она мне. Я говорил в прошлый раз, Библия это такая мистическая книга, что с ней нельзя общаться как обычной с обычной книжкой в обложке. Если она вам не понравилась, простите, я ничего плохого не хочу сказать, значит, что-то в вас, а не в ней. попробуйте почитать ее не от корки до корки, а попробуйте открыть ее на любой странице и прочитать. Я вас уверяю, вы можете вот такой странным отношением с Библией найти ту сцену и ту, может быть, маленький эпизод в этой великой книге, который так вас заденет за живое, где вы через вот эту маленькую ниточку раскатаете весь клубок, но не обращайтесь так с Библией. Библия, книга опасная, и Библия даже по судьбе опасная, и Библия, это еще раз говорю, это вам не Пиноккио. Так просто ее отбросить и сказать, зачем она мне нужна, нельзя. Нельзя. 729-33357 наш телефон. Олег Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Викторович, большое вам спасибо за вашу передачу. Вы знаете, часа бы три вас слушал. Спасибо. В общем, удовольствием. У меня есть один коллега, так вот, девочки... У вас такая хорошая передача, что прям просто, значит, за душу берет. Мне уже 67 лет. Ой, спасибо. Такой возраст, это здорово. Спасибо большое. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что звоните. 729-33357 наш телефон. У меня есть один коллега, замечательный филолог, потрясающий филолог, знаток, великолепный. Он как-то сказал, читал лекцию в какой-то заброшенной сельской школе и не знал, зачем я сюда приехал, что я здесь делаю, что я тут читаю. И выходя, вдруг слышу, две девчонки, старшеклассницы, одна, другая в бок толкает, я бы этого дядьку всю жизнь слушал, и вот ради этого я и приехал. Видите, к чему стремиться, Евгений Литочкин. 729-33-57 наш телефон профессора Евгения Жаренов в студии. Мы размышляем обидные. Так вот, если говорить о жанрах, ведь детективами не исчерпывается жанр массовой велитристики. Мы говорим, например, о жанре романа ужаса. Этот жанр пришел к нам из готического романа, из того же романтизма или предромантизма, быть точным. Самым главным и ярким представителем этого жанра сейчас является Стивен Кинг. Так вот, Стивен Кинг, почти любое его произведение, почти любое, еще раз говорю, если не каждое, основано на библейских сюжетах. Например? Ну, пожалуйста, «Сияние», один из лучших его романов, где речь идет о возвращении греха, об искуплении, где речь идет о трехгодовалом Дене, который общается с этим грехом, как о ребенке, который должен спасти не мир, а свою мать и себя в этом плане, против отца, который оказался во власти вот этих злых чар, злых сил. И отсюда великолепная, гениальная экранизация Стэнли Кубрика этого романа. Вы можете посмотреть экранизацию, можете почитать книгу, и увидите, что и там, и там присутствует этот библейский компонент. Или его знаменитое «Кладбище домашних животных», где ставится очень важная библейская проблема. Есть вещи пострашнее смерти. Вот мы все, особенно западная цивилизация, боится смерти. Мы уже этой теме посвятили одну из передач. И вот Стивен Кинг почти как проповедник пишет в этой книге, что есть вещи пострашнее смерти. И он ставит очень важную библейскую тему. Тему вечной жизни как проклятие, которая дается любой ценой. Это, в общем-то, христианская мифология. И вот любой ценой жизнь получить нельзя. Вот смерть, она так же закономерна, так же естественна, как и жизнь. И бояться смерти, это же библейская тема. Это нарушать Божий закон. И это очень глубокая книга. Вообще, я хочу сказать, что у Стивена Кинга есть, помимо вещей слабых, бесспорно, он коммерческий писатель, есть очень сильные произведения. Очень сильные произведения в нравственном отношении, в просвещении, в процветании, как бы в поддержании человеческого духа, силы и прочее. Он очень вдохновенный писатель. У него великолепные короткие рассказы, новеллы, я вас уверяю, что пройдет время, шелуха отпадет, этого автора массовой билетристики включат в то, что мы называем антологию американской литературы. и он в жанре хоррор будет первым. Вот какой замечательный у него рассказ, например, «Тело», где опять речь идет о смерти, о том, как дети 14 лет открывают для себя значение смерти, смысл смерти, как, открывая это, они становятся сильнее, чем их старшие братья, которые это для себя не открывают, и всю жизнь от этого свою пускают под откос, становятся какими-то бессмысленными существами, не имеют никакой перспективы, не знают, зачем жить. Но вот эти дети, которые, там весь сюжет заключается в том, что они хотят посмотреть на своего мертвого товарища, которого сбил поезд. А для этого надо целую ночь идти, день идти, испытывать необычайные трудности, чтобы только посмотреть. А старшие их братья, да, хотят приехать на машине с комфортом, бросить в багажник труп мальчишки и получить за это награду. Они не для награды идут, они даже его не перенесут, они не в состоянии, они хотят пройти искус, испытания и посмотреть на смерть. Как сказал великий Флабер, вскрытие оскорбляет величие смерти, у смерти есть величие. И как и жизнь, смерть дает необычайные горизонты. И вот этой теме посвящен этот маленький рассказ «Тело». Советую тоже почитать, великолепный рассказ. 729-33-357 наш телефон, Елена, здравствуйте. Елена, к сожалению, не с нами. 729-33-57 наш телефон, напоминаю, но мы вернемся к теме, которая была виблией. виблией. Я теперь жанр готов тороплюсь, потому что времени остается мало, а я хочу закончить эту тему и перейти к следующей великой книге. Это научная фантастика, научная фантастика, и в частности Рэй Брэдбери. Возьмите его 451 градус по Фаренгейту. О чем идет речь? О книге, что в Библии написано. Вначале было слово, и слово было к Богу, и слово было Бог. И вот цивилизация, которая не хочет быть словесной и уничтожает слово, печатное слово, сжигает, это же библейский сюжет, это же переиначивание, знаменитые фразы, в начале было слово. Нету слова, сожгли слово, главную роль играют пожарники. Но запомнили слово. Да, и какой великолепный на этом строится сюжет. Запомнили стать. Рассказывать книги. А какой великолепный Чикагская бездна, или Марсианские хроники. Марсианские хроники это экзодус, это просто исход, исход в землю обетованную, к поиске каких-то новых истин и так далее. Чикагская бездна великолепная, роман. И в жанре фэнтези немало библейского. Мы уже говорили о соратнике Толкина Льюисе, я всем советую посмотреть его книгу «Пока мы лиц не обрели». Или его трилогию о Венере, о планете Венера. И это библейские сюжеты, библейские сказания в рамках жанра фэнтези. И так смотрите, фантастика, фэнтези, детектив, триллер. Возникают так называемые библейские триллеры. Я здесь всем советую посмотреть роман Уоллеса. Называется «Слово». Потрясающий роман. Вот все сейчас этим дурачком Брауном зачитываются. Но Уоллес даст фору Брауну. И по глубине, и по языку. Он переведен, он издан. Его опять-таки по интернету можно купить эту книжку, если в магазине не найти, хотя она в магазине тоже может быть. Это бестселлер начала 70-х годов, он даже был экранизирован. Эта книга посвящена только библейскому сюжету. Как Библия может стать вообще говоря сверхсобытием современной политики, современной социальной жизни. Послушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня один короткий вопрос. Вот меня заинтересовало ваше высказание по поводу Библии о том, что это опасная книга. Что вы имеете в виду? Я уже давно говорил об этом, что она опасна в том смысле, что когда человек частный пытается ее кардинально скажем так интерпретировать, то в результате этого он может впасть необычайную либо личную ересь, либо совпасть уже с существовавшими или существующими ересями. Потому что в общем-то наше сознание архетипично и мы думаем, что мы изобретаем новое, на самом деле мы повторяем эти вещи. И я уже говорил в прошлый раз, что Библия читается не только частным образом, но читается и соборно, церковно, потому что церковь, она как раз и помогает понять Библию. Если вы хотите Библию воспринимать не только как художественный текст, она не умещается в рамках художественного текста, а хотите открыть для себя библейское слово, то я вам советую просто общаться здесь со священником, который многие не позволит вам элементарно впасть в ересь. Вот и все. Вот это только я имел ввиду. И более того, для некоторых людей с подвижной психикой Библия может стать импульсом для сумасшествия. Это вы не представляете сколько сумасшедших сидят с Библией в руках в каком-нибудь там какой-нибудь Кащенко или где-то еще. И трактуют. И трактуют, как им Бог на душу положит. Вот это только я имел ввиду. Вы довольны ответом, Сергей? Сергей не с нами. 729-3357 наш телефон, и мы продолжим разговор, да? Да. Ну вот, и теперь когда мы говорим о триллерах, то вот я назвал вам знаменитый роман «Олоса слово». Сейчас, если вы подойдете к книжной полке любого магазина, где продается западная литература такого эзотерического плана, вы найдете ни один триллер, написанный на библейскую тему. Библия сейчас так популярна для литераторов, ее так раскручивают, что вы там найдете ну с десяток авторов, которых я сейчас даже вам не назову, и все они будут строиться на библейском сюжете. Более того, например, такой знаменитый сверх, как бы, сказать, популярный роман, как роман Марио Пьюза «Крестный отец», это тоже интерпретация библейского текста. По какой причине? Ну вот смотрите, как по-английски звучит это название «Godfather». Слово «Бог» присутствует в названии этого романа. И что делает Дон Корлеона? Он, по сути дела, берет на себя функцию Господа Бога. Он решает, кто прав, кто не прав. К нему с этого начинается роман. Приходит за справедливостью один из его соотечественников и просит, чтобы наказали тех, кто изнасиловал его дочь и избил ее до полусмерти. Он не хочет теперь обращаться к суду, не хочет теперь обращаться к полиции. Он идет к Дону и Дон Корлеона делает его членом своей семьи. Семья это малая церковь, только молятся там, не Богу. Что делается на протяжении всего этого романа? Пытаются отмыть хоть одного Майкла, чтобы он стал легальным, чтобы он получил юридическое образование, чтобы он не имел никакого отношения к криминалам. Нельзя! Это опять-таки библейская притча. Нельзя! За все платит человек. И Майкл как вступает заметим в эту шайку-лейку? Защищая отца своего. Опять-таки какие-то библиотеки. Дальше как великолепно кстати сказать опять о массовой культуре. Экранизировал этот Коппол, этот фильм, эту книгу Коппола. Какой там великолепный параллельный монтаж. Идет Кристина и параллельно с крещением младенца убийство всех врагов семьи Корлеонов. То есть Юрий Юрьевич мы пришли осталось несколько секунд до конца эфира. Все-таки влияние Библии на нашу жизнь, на массовую культуру гораздо сильнее, чем может нам. Чем мы представим. Она уже всеобъемлющая. Всеобъемлющая. До следующего вторника мы расстаемся. Я хочу напомнить, что в следующий раз мы будем говорить о двух книгах Древней Греции. Гомер и классическая драма, трагедия Греции. Много интересных параллелей вас ожидает. Присоединяйтесь к нам. 92 FM говорит Москва. Вам всегда рада. профессор Жаринов Ирина Кленского у микрофона. Ждем вас. Говорит Москва. 92.